Депутаты Гомельского областного совета проанализировали ход реализации государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность». На выездном заседании в Калинковичском районе не только отметили достигнутые успехи, но и озвучили рекомендации по дальнейшему улучшению ситуации. Основное внимание уделили развитию медицины. Проведенная в Беларуси диспансеризация реальную картину о здоровье населения составить не позволила. Часть взрослого населения к медикам не обращалась. Для того, чтобы не допустить ухудшения ситуации, в прошлом году в Калинковичском районе создали мобильные медицинские бригады, которые проводят обследование непосредственно на предприятиях. В результате выявлены болезни у людей, которые ранее считали себя здоровыми. В Гомельской области создана областная рабочая группа по организации благоустройства в плане работы мероприятия по наведению порядка на сельскохозяйственных землях, озеленение населенных пунктов, организация сбора и переработки вторичных материальных ресурсов. Вопросы наведения порядка на земле в регионе на постоянном контроле. Из 21 районного центра комплексно благоустроено 12, сейчас работы ведутся в Брагине и Комарине. Отдельное внимание сносу старых домов и вовлечению земли в сельхозоборот. Только в этом году зданий, которые длительное время не используются, на Гомельщине обнаружено около полутора тысяч. Вообще на территории области сегодня подлежат ликвидации с последующей рекультивацией почти 6 тысяч бывших подворий. В Гомеле в четвертый раз прошла контактно-кооперационная биржа. Для внедрения в производство представлены более 20 инновационных разработок. 3D-технологии для промышленности, беспилотные летательные аппараты для расчетов объемов добычи полезных ископаемых, технологии по нанесению многофункционального покрытия, новое решение по использованию природного газа для сельскохозяйственной техники. Среди разработчиков – сотрудники Академии наук, учреждений высшего образования и научно-технологических парков. Самое главное, представленные разработки должны быть как минимум не хуже лучших зарубежных аналогов. Во Дворце культуры Гомсельмаш отпраздновали День машиностроителя. Сотни сотрудников предприятия поднимались на сцену под непрекращающиеся овации зала. Они с волнением получали от руководства Гомсельмаша и представителей власти заслуженные награды. Нагрудные знаки, почетные грамоты Министерства промышленности, обл. и гор. и сполкома, а также городского совета депутатов. Главное управление юстиции Гомельского обл. и сполкома получило собственное здание. Раньше его подразделения находились сразу по шести адресам. Теперь новый официальный адрес – улица Фрунзе-6. На трех этажах здания, которое раньше принадлежало одному из банков, расположились около 50 сотрудников. В зоне ответственности управление юстиции, ЗАГСы, архивы, юридическая экспертиза, правовых актов.